В письме председателя правления Национального банка Украины господина Арбузова, премьер-министру Азарову, вы можете видеть, несмотря на заявление о том, что это обычная практика такого общения, я все-таки скажу, что имею достаточно большой опыт сопровождать и наблюдать всю эту практику такого общения и в 90-е годы, и позже. Я должен сказать, что такое письмо беспрецедентно, конечно. Тем более, что это дискуссия или конфликт, который возник в рамках одной команды. Но прежде всего в этом письме отмечается факт ускорения инфляции в Украине, и Национальный банк высказывает свою озабоченность в связи с этим, и, по сути, возлагает ответственность за ускорение темпов инфляции на правительство. В то же время, все мы, конечно, знаем, что и в Конституции Украины, и в законе о Национальном банке говорится о том, что именно Национальный банк отвечает за устойчивость денежной единицы. Поэтому, когда Национальный банк говорит, что темп роста потребительских цен ускорился до 9,4% в годовом выражении, и большая часть причин роста этих цен – это возрастание затрат или это инфляция издержек, и не связано с так называемой базовой инфляцией, то он не совсем прав. Это было, кажется, до 18 мая, вот эту записку он опубликовал. Он, конечно, не прав в том, что спустя две недели эту вину возлагает на правительство. Но отсюда следует только один вывод, что, конечно, подоплека такого письма чисто политическая, и, к сожалению, этот публичный конфликт, он наносит, безусловно, очень большой удар по авторитету государства, доверию инвесторов и кредиторов, и, конечно, такие действия нельзя допускать. Я уже упоминал, что было ведь много кризисных ситуаций. Я сам в свое время, будучи министром экономики, в конце 1997 года обвинил Национальный банк в том, что он ведет страну, так сказать, к дефолту, утратив к тому времени почти все валютные резервы. Об этом никто не узнал, слава богу, даже несмотря на то, что этот вопрос слушался на закрытом заседании Верховной Рады в начале января. Ну, правда, тогда я никому ничего доказать не смог, но дефолт состоялся. В августе 1998 года, потому что уже осенью 1997 года, вследствие проводившейся политики, тогда Национальным банком резервы были практически полностью утрачены. Но подобные проблемы периодически возникали, и их надо, конечно, решать не публично. Публичное решение вопросов – это серьезно.